В этом выпуске программы Fashion Guide. Новые имена на фэшн-арене страны, знакомство с коллекциями молодых дизайнеров в обзоре прошедшего Алматы и Pop-Up Store. Непростые сумочки от дуэта отечественных модельеров, возрождающих традиционное кожевенное ремесло. И модные украшения, которые посмотрим и обсудим вместе с трендсеттерами и Итгеллз. С каждым годом и даже сезоном число дизайнеров увеличивается. Мы уже сбились со счета, сколько новичков пополнили ряды модного мира. На прошедшем Алматы и Pop-Up Store таких оказалось немало. Среди них можно отметить юную А7 с брендом Этре. Он олицетворяет нежную, хрупкую и в то же время загадочную девушку. Главные черты марки – это легкость и непринужденность. Особенность в том, что оно практично и универсально. Я постоянно давлю на это, чтобы цвета были такие, что все сезонные, чтобы и зимой можно было бы одеть и летом, и весной. И также и по стилю одежды, чтобы она непринужденные цвета были, непринужденная ткань. Очень такое все легкое, дышащее, органичное, все для комфорта. Другой сторонник минимализма, но уже в ювелирном ремесле, мой хит Абдекулов радует своими изделиями вот уже второй год. Новую коллекцию дизайнер разработал в национальном стиле. Украшения из серебра переносят нас в прошлое. Необычные фактуры, минималистичный авангард и традиционный казахский колорит стали изюминкой новой линии. Вот эти вот висинки называются салпаншах, они применялись раньше примерно в 18-19 веках для всяких изделий, типа тумар, срга и так далее. Вот эти вот кольца я вырезал из воска специально для национальном стиле, западно-казахстанский стиль называется. Вот такие вот джизюк, хостунцок называются. Эти кольца я взял с энциклопедии и сделал по-своему. Национальные мотивы использовали и дизайнеры одежды Санун Нурмамбетова и Алия Абдраимова. Коллаборация киргизских модельеров представляет собой современный этношик. В линейке представлены классические вещи с налетом винтажа и, конечно, традиционная одежда. Мы девушки восточные, живем в восточной стране, и я очень люблю создавать чопаны. Но чопаны в такой более городской интерпретации, такой городской этношик. И стараюсь создавать чопаны, которые пригодны для носки в городе. То есть их можно носить, создавать с ними такие кэжуал образы. И тем не менее в них есть по рисункам отголоски Востока. Еще одной особенной деталью коллекции стал Деним. Все модели совместной линии выполнены из легкой джинсовой ткани, либо в ее оттенках. Вообще люблю пастельные оттенки. Тем более голубой, приглушенный, розовый, синий – это мои любимые цвета. Я их всегда использую во всех коллекциях. И в основном у меня идет всегда однотон или небольшой градиент, не сильно отличающийся от основного оттенка. Ну а любительницам женственных и романтичных образов понравятся наряды от Альвера Притопорте. Вдохновением дизайнеров Алены Островской и Вероники Кормаш стала модой 50-х и 60-х годов прошлого столетия. Стиль отражается в приталенных силуэтах и изящной отделке. Девушки обращают особое внимание на технику исполнения. И несмотря на слово «притопорте» в названии бренда, каждая вещь шита практически кутюрным способом. Одежда предназначена для молодых, динамичных и нежных девушек. Нынешняя коллекция мы в шутку между собой называем «балерина», потому что нас вдохновило французское кружево, романтичные сарафаны. И даже такая фишка этой коллекции мы сделали везде нашиты вот такие вот в шутку балетные тапочки. То есть это вот такая вот фишка, которая именно передает дух этой коллекции. Простой крой, национальные мотивы или женственные силуэты – выбор на нынешний сезон достаточно велик. Исходя из представленных коллекций, можно отметить любовь дизайнеров к оттенкам голубого цвета. Конечно, не обошлось без трендов сезона, таких как кружево и деним. При правильном сочетании нарядов каждая коллекция сможет подчеркнуть вашу изюминку и красоту. Казахстан богат дизайнерами, которые чтут традиции и национальное ремесло. Одними из таких являются дизайнеры Салтанат Жазыгбаева и Айжан Салимбаева. Творения девушек представляют собой аксессуары из телячьей кожи. Сумки, украшения, ремни – все они созданы по технике, которую разработали когда-то наши предки. Таким образом, начинающие модельеры стремятся повысить интерес казахстанцев к истории и традиционной культуре своего народа. Идея несет в себе историю, во-первых, потому что это древнее ремесло. Ну и как бы мы пытаемся ее усовершенствовать и сделать более современной, показать, что есть и такие вещи, не только как бы стежка на одежде или крой казахский, а что есть еще и такое ремесло, и можно его использовать в одежде. Сегодня телячью кожу чаще применяют в создании ремней и обложек для книг. Но Салтанат и Айжан стали современными новаторами в дизайне, используя этот материал в аксессуарах. Да и название бренда Heritage говорит само за себя, ведь с английского оно означает «наследие». Идея передается через дизайн украшений и национальные орнаменты. Одним из главных преимуществ этих аксессуаров можно назвать объем. Он удается благодаря узорам из телячей кожи. А что же вдохновляет девушек на создание нового продукта? От зданий, например, когда все равно трогаешь, или даже хоть и асфальт, и ты чувствуешь фактуру. Я хотела бы показать эту фактуру на ощупь, чтобы она была. Ты даже закрыл глаза, ты почувствовал этот орнамент или какой-нибудь рисунок, чтобы было видно и было ощущение нашей культуры или вообще какой-нибудь любой вещи. Каждый аксессуар – это микс колоритных орнаментов и стиля барокко. Вручную отрисованные рисунки придают особенность и неповторимость. Так, например, кожаная баска бренда сделает любой образ запоминающимся и ярким. С такими аксессуарами вы явно выделитесь из толпы. Украшения – это то, что делает женщину женщиной, сказала однажды великая Коко Шанель. Ювелирные изделия не только дополняют образы, но и подчеркивают красоту. Сегодня мы расскажем о знаменитом бренде с богатой историей. Прайвили по праву считается одной из самых дорогих и аутентичных марок в мире украшений. Ее особенностью считается уникальная эмаль, выполненная вручную. В один из летних вечеров модники и модницы Казахстана собрались на фэшн-коктейль, чтобы отпраздновать 65-летний юбилей бренда и обсудить актуальные ювелирные тренды. Я считаю, что в гардеробе у женщины должен быть специальный набор. Я считаю, неделька. Неделька украшений, которые можно миксовать и менять между собой. Вот у меня сейчас такая жемчужная неделька. Я практически постоянно ношу жемчуг. Видишь, она такая яркая, красивая. Кстати, крейвиль тоже ношу. Мне очень нравится, потому что цвета, сочетание цветов сейчас очень модно. Разнообразие цветов, оно под все подходит. Цветовая гамма в этих изделиях и правда достойна особого внимания. Проявили основала в 1951 году художница из Вены Михаэла Фрай. Дизайн украшений всегда был близок к арт-искусству. А начиная с 1990-х годов, бренд стал выпускать изделия, созданные по мотивам полотен известных художников. В коллекциях бренда есть украшения, основанные на шедеврах Клода Моне, Густава Климта, Альфонсо Мухи и Эгона Шилли. Например, работа известного художника Густава Климта. Густав Климт был основателем объединения венских художников. Это было достаточно мятежное время. Он вел подрывную деятельность на тот момент. Конечно, его работы сегодня оценены по достоинству. Но тогда это были очень неспокойные и опасные времена. Кажется, изделия таят в себе глубокие эмоции, пережитые великими творцами во время создания картин, а порой и дух целой исторической эпохи. Сегодня необычные формы, сочное сочетание цветов и уникальный декор – главные признаки модных украшений. Впрочем, говоря о трендах, можно выделить и другие модные аксессуары. Когда мы говорим о трендах нынешнего сезона, мы говорим о гаврош. Гаврош – это, в общем-то, простой шарф. Вы можете носить шарф в разных вариациях – на шее, на голове. Можете затянуть сумочку шарфом или же носить шарф в кармашке пиджака. Аксессуары предназначены для мужчин, женщин, юных и взрослых – для всех. Самые яркие It Girls, конечно, не представляют свой образ без украшений и аксессуаров. Впрочем, совет от них – самый простой и самый искренний. Я советую побольше украшений, которые тебе… Которые вот ты посмотрел, и вот что-то в левой части твоего тела затопило, тогда надо брать. На сегодня это все. Увидимся с вами ровно через неделю в новом выпуске программы «Фэшн Гайд». Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова